Благодатность Богу явления Проповедь Игнатия Тихоновича Лапкина, том 12 Книги «Открытым оком» 2005 год Проповедь была произнесена Сегодня на двунадесятый праздник, на крещение Господня Такое апостольское чтение Титу, 2 глава, 11 по 12 стих Ибо явилась благодать Божья, спасительная для всех человеков Научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти Целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке И далее поясняет, чему научает нас эта благодать Божья Напоминаю, из речения Феофана Затворника Он тщательно разбирает слово «благодать» Которым так много сегодня пользуются и совершенно без толку Все везде благодать Вот съездили мы в монастырь, а там такая благодать К нам в Потеряевку приезжают люди Благодать, такая благодать Батюшка даже посмеялся Ведрами черпаем эту благодать Для этого надо работать, смиряться Смирения нет, значит одна темнота будет Благодать имеет три вида проявления Первая благодать, призывающая Опыт Почему благодать? Потому что слово о милости Божьей О дарованном спасении, что Сын Божий сошел с неба И поступил по любви своей, а не по справедливости Взял грехи всего мира и наши грехи Вот это и есть благодать, призывающая через проповедь И только через проповедь И никак, нигде больше так зримо не проявляется И эту благодать нужно распространять Ее имеют все до единого, которые уверовали во Христа Могут этой благодатью воспользоваться те, которые не веруют еще А услышали, понравилось и они начинают о ней говорить Как сыновья скевы Совсем не члены церкви и начали уже исцелять и изгонять бесов Только лишь что из этого получилось Но это не запрещается, потому что написано Эта благодать может коснуться и камней Лука 3.8 Сотворите же достойные плоды покаяния И не думайте говорить в себе Отец у нас Авраам Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму Благодать призывающая есть набат Колокол духовный Через уста проповедующих Скажем так Что на этой благодати сегодня практически поставили крест в православии И глубоко похоронили эту благодать в православной церкви В католической И самое глубокое захоронение этой благодати в старообрядчестве Во всех так называемых исторических церквях Везде, где нет проповеди Благодать научающая Вторая Сегодня о благодати понимают так Что нужно правую ладонь положить на левую лодочке И подойти к батюшке Сейчас тебе как благодать тут и наберется Кадит батюшка Некоторые на себя машут руками и нагоняют благодать Понимают, что дым это искадило Это благодать Серьезно, сегодня весь город придет за благодатью водяной Там столько будет бабок, банок разбитых Столько людей повреждено Я сам работал в Покровском соборе дворником несколько лет Приезжали бабульки Приезжали бабульку к этой купели К Юрдане и Марии Георгиевне Ребро сломали Я говорю И что ты врачу сказала? Я говорю, что врачу скажешь? Да с трамвая вылазила Упала Не скажу же, что в церкви ребро сломала Так это же неправда Так я же за благодать уходил Как я могу неверующим правду сказать? Чтобы благодать ими поругана была А дальше уже благодать-то была Не научающая, не врачующая, а калечащая А значит, это уже и не благодать Благодать там, где Господь Где Дух Святой Я каждый раз удивляюсь Как мудро составлены церковные чтения Кто их составлял? Один ли автор был? Думаю, что очень много В течение столетий Все это понабиралось Но сегодняшнее апостольское ощущение Я с трудом смог присоединить К тому, что читается в Евангелии Как будто совершенно и не к месту А к крещении То апостол Павел говорит в другом месте К послании к римлянам Римлянам 6.3 Неужели не знаете, что все мы Крестившиеся во Христа Иисуса В смерть его крестились? Галатам 3.27 Все вы во Христа крестившиеся Во Христа облеклись Почему сегодня на крещение Христова Читается это? Потому что прощение грехов у Христа Это не было в крещении У него нет грехов И святые отцы это место не взяли Когда мы принимаем крещение И не говорится об облачении во Христа Почему? Так он сам Христос Чего ему облекаться? А говорится о благодати Притом о благодати Засвидетельствованной с неба Что он, сын мой, возлюбленный Его надо слушать Слова же Христа Известны из Евангелия Их монахи запечатали И слушать нечего И запечатали глаз родителей Отца Небесного Вот куда мы выходим Целый год запечатывают голос Отца Небесного А тут глаз родителей Какой глаз родителей? Когда ни одного слова не слышали Опять обман Это страшный преступный обман Благодать научающая Где она, благодать научающая? А когда благодать призывающая Это что она означает? Человека научаем С кем-то разговариваем Он говорит о своей беде, горе Вот я ходил по разным учениям Не нашел утешения души Мы говорим И не найдешь Потому что Как бы тебя не утешали Как не лечили Никуда это не уйдет Смерть в каждой клетке сидит Рано или поздно ты умрешь Какие бы ни были целители народные Что бы они ни знали Бесполезно Все равно умрешь На тысячи лет жизни на земле Ты же не рассчитываешь? Умрешь Только более здоровым Может быть внезапно Сердце остановится Так благодать научающая Говорит человеку Когда проповедуется Что Христос Сошел на землю Бог Отец Любовь И Иегова вечный Послал на землю Сына единородного И Господь так возлюбил мир Что единственного Единородного сына Отдал за каждого из нас Он призывает Дабы никто в ад не пошел Но уверовав в него Имел жизнь вечную И горе человеку Который не примет Христа Ибо гнев Божий пребывает на таком Неверующий не увидит жизни Никакие попы За упокойной молитвой Ему не помогут Все это лючейший Поповский обман Когда неверующим обещают После их смерти Беспокоянную Беспокоянный После смерти Беспокоянный Жизнь После смерти Беспокоянный Жизнь вечную Страшный обман Идет в церкви Когда люди За деньги Пытаются в рай Протолкнуть Своих усопших Грешников Сегодня толпы Идут в церковь Отпевать И это есть Тысячелетний обман Мы сегодня Соприкоснулись С благодатью Освящающей Вот почему Святые отцы Поставили это место Читать по крещению Или они Ничего не понимали А мы понимаем Правильно Что не проповедуем О Христе Или они Очень хорошо Понимали Тогда мы Не понимаем Что не проповедуем Когда златоуст Говорит Если у них Хорошо Тогда у нас Худо Потому что Они еретики Но если у них Худо Значит у нас Тогда хорошо Так и здесь Если это Благодать Научающим Если это Благодать Научающая Которая Отверзает Очи То значит Мы должны Не просто Здесь Воду Хлебать Кружками Ведрами А сказать Это благодать И через воду Освещенную Да побудит Меня к еще Большему Ревностному Труду На Ниве Божией Чтобы я Учил Сам себя Благодать Благодать Научающая Коснись Меня Благодать Научающая Через Мои Уста Язык Через Жизнь Святую Во Христе По Евангелию Жизнь Главная Коснись Сердец Ближних Родных Чтобы обратились И В сей день Эта благодать Сошла В воду Иордана Благодать Это Сам Христос Благодатный Глаз Его И Дух Святой В виде Голубини Это Мы Научаемся Через Слово Потому Что Благодать Научает А Если Этого Нет Евангелию Не Приучают Тогда Благодать В алтаре Вся У батюшки Так И Понимают Какой Бо Поп Не Был Но Сказать О нем Ничего Нельзя Он Безобразничает А Сказать Ничего Нельзя Он Вне Критики Никого Не Судите Это Главное Попов Не Троньте Вот Какая Толпы Что Поп Взял Ключ Разумения Но Сам Не Входит И Других Не Пускает Про Это Нельзя Говорить И Вся Задача Архиерея В том Чтобы Священники Не Проповедовали Вот Отец Павел Стоит Рядом Он Начал Проповедовать А Епископ Его Сразу Задвинул В запрет И Архиерей Травит Батюшку День И Ночь Почему Потому Что Это Благодать Научающая Не Сошла На Епископа Осталось Заунывное Непонятное Пение Они Же Хорошие Певцы Но Это Все Ложь И Обман Они Выносят Сегодня Суд Самим Себе Ты Пел Про Благодать Научающую Так Она И Научает Она Есть Благодать Призывающая А Вторая Благодать Какая Второй Вид Благодать Обращающая Как Феофан Затворник Говорит Когда Сердце Коснулось Благодать Небесная Благодать Научающую От Научения Потому Что Вера От Слышания От Слова Божьего Тогда Душа Может Сделать Выбор В пользу Души Своей И Пойти За Христом Римлян 10 15 И Как Проповедовать Если Не Будут Посланы Как Написано Как Прекрасны Ноги Благовествующие Их Мир Благовествующих Благое И Не Просто И Не Просто Людям Говорить Что Надо Проповедовать А Посылать Надо Священник Обязан Посылать Кончится Служба И Нужно Говорить Братья Не Сидите На Месте Вы Не Получите Никакой Благодати Если Не Пойдете На Проповедь Благодать Обращающая Должна Заработать В Городе А Далее Придете Сюда И Здесь Будете Сопровождать Будет Сопровождать Нас Благодать Освящающая Вот Алтарь Вот Чаша Причастие Вот Она Где Благодать Освящающая Сегодня Обманывают И Говорят Вся Благодать Здесь В Алтаре И Без Благодати Научающей Это Сто Процентный Обман Почему Потому Что Едите И Пьете В Осуждение Себе Что Толку Что Ходите Дворы Божии Топчете Ходите На Покровск По Покровским Никольским Храмам Если Сердце Не Отдано Богу Благодать Научающая Вас Еще Не Коснулась Как Иоанн Златоуст Говорит Что Лучше Бы Кто То Взял Ключи От Храма Да Забросил В Океан Чтобы Не Ходили Зря Здесь Не Суетились А Когда Сердце Отдано Христу Обратилось Вот Тогда Благодать Будет Работать В Человеке Титу 2 глава 11 по 12 стих И Бо Явилась Благодать Божья Спасительная Учающий Нас Чтобы Мы Отвергнув Нечестие Мирские Похоти Целомудренно Праведно И благочестиво Жили В нынешнем Веке И Дальше Поясняет Отвергнув Нечестие И по порядку Перечисляет И Мирские Похоти Какая Огромная Тема Мирские Похоти Это И телевизор И Стадионы Это Празднование День Рождения Безбожных Мирские Похоти День Дети Идут На Цанцплощадку Это И выпивка С Устатку И пиво Которое Начали Пить Все Это Мирские Похоти Похотение Есть Как С ней Бороться Всему Учит Благодать Если Этой Благодати Нет Значит Человек Как Мертвец Его Только Отпусти Он Упадет А Благодать Научающее Как Отвергнуть Мирские Похоти Сохраняет Человека Как Жить Праведно Это Благодать Научающее Как Жить Благочестиво В нынешнем Веке Благодать Научающее Это Благодать Рассказывает Как Вести Себя На Работе С Детьми В Поезде В Трамвае Вы Выходите Идет Дорогое Кому-то И Дорогое Кому-то Свидетельствуйте О Христе Любви Идете И Дорогое Кому-то Свидетельствуйте О Христовой Любви Это Все Благодать Научающее Нас Тимофей 2 глава 13 По 15 Стих Ожидая Блаженного Упования И явления Славы Великого Бога И Спасителя Нашего Иисуса Христа Который Дал Себя За Нас Чтобы Избавить Нас От Всякого Беззакония И Очистить Себе Народ Особенный Ревностный К Добрым Делам Сие Говори Увещевай И обличай Со Всякой Властью Чтобы Никто Не Пренебрегал Тебя Это Апостол Павел Говорит Епископ Утиту И Опять же Благодать Какая Научающая Почему А она В каждом Слове Увещевай А как Увещевать Без Языка Выходит 15-20 Священников И Архиерей Все Молчат Молча Постояли Молча Опять Ушли И Нас Спрашивают Они У вас Глухонемые Что Или Просто Поврежденные С детства Почему И в 20 месяц Не послать Куда-то С проповедью И Вот Придумали Благодать Это Кучки Собьемся С иконами Будем Ходить Крестные Ходы Крестные Поклоны Ставить Кресты Поклонные Ставить Но Чтобы Только Язык Не Работал Это Все И Глухонемые Могут Делать Но И Глухонемые Молотят Руками А Вот Эта Благодать Научивает Научает Увещевать И Не Просто Гладить По головке Как Любят Колобродик Хорошие Монастыре Монахи Но Притом Обличать И Со Всякой Властью А Сегодня Символ Власти У Епископа Это Палочка Жезл Обличать Надо А не За Палочку Держаться Все Закутали В Символы Придумали Ребусовую Веру Красиво Красиво Палочку Жезл Сделали Обработали Как Надо Для Чего Чтобы Никто Не Пренемергал Тебя Когда Ты Говоришь Покажи Эту Власть Со Всякой Властью Обличайте Еретиков Не Позволяйте Хульствовать Поносить Церковь Епископа Если Епископ Не Еретик Я Рассмотрел Слово Ученик Раз Учить То Должен Быть И Ученик В Ветхом Завете Слово Ученик Встречается Всего Два Раза И Притом Тогда Когда Бог Ищет Учеников То Есть Все Время В Поиске А В Новом Завете 261 Раз Это Слово Встречается Новый Завет По объему В три Раза Меньше Ветхого Вы Понимаете Как Склоняется Все К Научению И Здесь И Здесь Делали Так Что Если Ветхом Завете Два А Здесь Делали Так Что Если Ветхом Завете Два То В Новом Завете Ноль Сейчас И Так Сделали Два И 200 261 Сделайте Сравнение Это 100 С лишним Раз Больше Учить Надо Чем Ветхом Завете А Ветхом Завете Было Повеление Второзаконие 19 11 19 И Учите Им Сыновей Своих Говоря О них Когда Ты Сидишь В Доме Твоем Когда Идешь Дорогу Когда Ложишься Когда Встаешь Когда Дома Сидишь За столом Учи Если Никого Нет Пиши На бумажки Приклеивай На заборы На ворота На косяки Клей Если Никто Не Слушает На лоб Себе Приклей На рукава Приклей Не Свастики Не Звезды А закон Божий Вот Она Благодать Научающая Когда Она Заработала Слово Учитель В Ветхом Завете Встречается 15 Раз А в Новом Завете 69 Раз Для Чего Привожу Эти данные Чтобы Быть Хорошим Учеником Нужно 261 Одно место Открыть В Новом Завете Чтобы Благодать Научающая Влекла Тебя К Учителю Чтобы Быть Учеником У ног Христа Далее Слово Учиться Очень Трудно Было Мне Выискивать Все Ибо Данное Слово Очень Разбросано По всей Библии Нашел 114 Раз Это 114 Раз Нужно Отметки Нам Поставить В дипломе Нашей Жизни Чтобы Действительно Желали Учиться А у Кого Учиться Иоанн Златоус Говорит Смотри Вместо Учителя Вместо Пастыря Волка Не Избери Не Смотри Что Священник Или Архиерей А Смотри Учит Ли Он По Закону Божию Потому Что Многие Священники Стали Еретиками Такие Как Арий Многие Архимандриты Как Евтихи Стали Еретиками Многие Патриархи Стали Еретиками Как Нисторий Вчера Еще Он Был Православный Так Он Не В Еще Продолжал Благословлять Люди Склонялись Перед Ним Но Учение У Волка Уже Было Неправославное Когда Только Его Церковь Объявила Еретиком Тогда Он Стал Для Всех Верных Еретиком До Этого Он Еще Может Года Два Отравлял Душу Людей Итак В чем Видно Что Баню Очищения Обновления Он Нас Возродил Вот Почему Эти Слова Взяты Крещению Крещение Это баня Это баня Возрождения Но Она И баня Обновления Всякое Крещение Наше Должно Быть По Образу Христову Иоанна 3.23 А Иоанн Также Крестил В Яноне Близ Салима Потому Что Там Было Много Воды И Приходили Туда И Крестились А Зачем Много Воды Взял Бо Чашку Или В раковину Водички И поливал Как у У У Нас На Иконе Нарисовано А Иконки Нам Подсунули Прокатолические Изу Графы Художники Есть У нас И Это Иконах Христос На Берегу Стоит А Иоанна Него Сверху По Католически Из Раковинки Льет Разве Икона Это Должна Быть В Православном Храме Мы Даже Этого Не Видим Христос Сошел Воды Струи Иордана Накрыли Его Он Дал Нам Образец Но Не Мог Дать Нам Образец Вопреки Канонов Которые Придут Позже Вопреки Смысла Слово Крещение Означает Погружение И другого Перевода Этому Слово Просто Нет Итак Баня Возрождения Крещение Это Не баня Только Омытие Но баня Возрождения Дал Духа Святого Титут 3.6 Которого Злил На Нас Обильно Через Иисуса Христа Спасителя Нашего А в чем Это Видно Благодать Научающая В Научении Сирахова 37.22 Иной Человек Искусен И многих Учит А для Своей Души Бесполезен Какую Книжку Не возьмешь В православии Везде Пишется Что Крещение Это Тройкратное Погружение Все Правильно Пишут А для Своей Души Бесполезные Столетиями Печатают Как правильно И крестят Все время Неправильно И книжка У священника В руках И всюду Везде Записана Но только Не будут Делать Как следует Второзаконие 8.5 И Знай В сердце Твоем Что Господь Бог Твой Учит Тебя Как Человек Учит Сына Своего Вот Она Благодать Научающая Как Человек Учит Сына Своего По Этому Образу Видимо Люди И Писание Не Учат Раз Детей Не Учит То Они И шпаной Растут Где Попало Бродят Вырастают Безбожниками А тут Написано В сравнении Как Человек Учит Сына Своего Так Как Так Нас Господь Учит Исайя 28.26 И Такого Порядка Учит Его Бог Его Он Наставляет Его Какой В церкви Порядок Занимает Ли пастор То место Какое Ему Назначил Господь Без Священника Нам Не Спастись Без Священных Этих Рук Златоуз Говорит Нет Отпущения Смертных Людям Смертным Людям Грехов Странно В кавычках Написано Что Бог За нас Умер И вдруг Какой-то Священник А тебе Рассуждать Не надо Бог Так Установил Это Писание Говорит И с этим Надо Согласиться Мы Вчера На занятиях Об этом Как раз Говорили По Смыслу Священник Тут И Не Нужен Меня Прямо Благодать Касается Но В деле Спасения В получение Третьей части Благодати Без священника Не обойтись Без епископа Мы Никто Мы Просто Будем Отщепенцы Самочинники И сектанты Вот Почему В Деяниях 21 главы 28 стих Мы читаем Крича Мужи Израильские Помогите Этот Человек Всех Повсюду Учит Против Народа И Закона И Места Сего Престом И Еленов Ввел В храм И Осквернил Святое Место Сие Это Апостола Павла Схватили То есть Обвиняли Его Вот Он Всех Так Учит Это Обвинение На Нас Сегодня Что Мы Неправильно Учим Что Молимся С Еретиками Я Почитал Как будто Один к Одному С нами Сходится Мы Учим Согласно Слово Божье По Святым Отцам По Блаженному Феофилакту Если Кто Желает Больше Узнать Пусть Приходят На Занятия 1 Иоанна 2 27 Впрочем Помазание Которое Вы Получили От Него Вас Пребывает И Вы Не Имеете Нужды Чтобы Кто Учил Вас Но Как Самое Сие Помазание Учит Вас Всему И Оно Истинно И Не Ложно То Чему Оно Научило Вас В Том Пребывайте Сумели же Монахи Так Перевернуть Что Помазание Это Кисточка Мира Или Жиелей Когда Нас Субботу Мажут Или Прекрещение И Вот Оно Будет Нас Научать Весь Мир Мажется И Ничего Не Научен Не Об Помазание Здесь Идет Речь Но Написано Что Помазание Повторяю Что Вначале Такого Не Было Помазание Вообще Помазание Духа Святого Который Научает Но Если Эта Кисточка Научает Этот Маленький Стаканчик С маслом Научает То Почему Люди Так Глупые Почему Никто Не Знает Ничего Никто Не Знает Ничего Правильного Христе Почему Они Свободно Уходят К Еретикам В Коммунисты В Грабители В Разрушители Церкви Явно Что Не Об Этом Помазание Шла Речь У Иоанна Не Об Этом 1 Иоанна 2 20 Впрочем Вы Имеете Помазание От Святого И Знаете Все И Вот Та Благодать Которая Видя Голубю Сошла На Христа И Она Незримо Пребывает На Верующих И Когда Мы Саинство Мира Помазания Вот Теперь Эта Благодать Научает Вера Открывает Лоб Глаза Открывает Уста Благодать Входит В них Почему Помазывались Все Члены Сегодня Не все Помазываются Много Из Практики Крещение Постепенно Удалилось Сегодня Не Помазываются Те Члены На Которых Смотреть Люди Боятся Почему В житии Канона Конана Пресвитера Говорится Как он Крестил Красавицу Пресьянку И нужно Было Какие-то Части Ее Тело Помазать И он Не мог Хоть По причине Вожделения Поэтому Были Деканицы Которые Определенные Места Мазали Чтобы Может быть Правильно Рождали Правильно Зачинали И все Остальное Было Правильно Нам Даже Странно Неужели Мазали Мазали А если Задуматься Так Может быть Это самое главное Место Которое Больше всего И надо Людям Укращать И выжигать И омывать И мазать Приизобильно А благодать Освещала Поэтому Дети были Другими По-другому Рождались Это мы Уже только И в житиях Святых Могли узнать Первый Тимофей Шесть Тай Глава Третий По-четвертый Стих Кто Учит Иному И не Следует Здравым Словам Господа Нашего Иисуса Христа И учению О благочестии Тот Горд Ничего Не знает Но Заражен Страстью Костязаниям Состязанием И словопрением Он От которых Происходит Зависть Раз При злоречии Лукавые Подозрения Мне не раз Приходилось Разных Епископов Слышать И они Очень любят Говорить Проповеди О гордости Гордость Бойтесь Гордости Павел Поясняет Что гордость У тех Которые Восстают На слово Божье На Библию Читаю Снова Кто Учит Иному А не того Что благодать Та учающая То есть Не из Библии Тот Горд И ничего Не знает Хотя бы В десять Академий Кончил Если ты Следуешь Словам Библии Тогда Ты Знаешь Все Это Благодать Научающая Когда Ты В смирении Приступаешь К словам Божьим И не надо Просить Священника Благослови Батюшка Меня читать Библию Это Совершенно Безумные Слова Сподобился Ли видеть Духа Голубина Когда Дух Сошел И Благодать Научающая В тебе Начала Действовать А ты Попроси Батюшка Благослови Меня Чтобы Бог Дал Мне Память Все Запомнить Вот Это Тебе Нужно Говорить А не То Что Читать И На Проповедь Не Надо Просить Благословения А только Просить Господи Благослови Через Батюшку И Исайя 8 20 Обращайтесь Закону И Откровению Если Они Не Говорят Как Это Слово То Нет В них Света Без Епископа И без Батюшки В тебе Должно Быть Уже Готовое Зрелое Желание И готовность Идти На Проповедь Евангелия Идти Или Нитти На Это Не Надо Искать Человеческого Благословения А Вот Чтобы Было Успешное Благовестие Вот На Это И Попроси У Священнослужителей Благословения А Не На То Идти Или Не Идти Поп Конечно Не Пошлет Тебя На Проповедь Чтобы Не Обличить Свою Пне Образную Сущность Подойди К Нему И Скажи Батюшка Подай Мне Благодать Через Тебя Чтобы Язык Мой Мудро Говорил Я Знать Научающее Была Оформлена Как Должна Чтобы Этот Бриллиант Был Огранен В достойную Золотую Оправу Вот Что Значит Слова Сказанные Вовремя И Мудро Второзаконие 31 12 Собери Народ Мужей Жены Детей Пришельцев Твоих Которые Будут В Жилищах Твоих Чтобы Они Слушали И Учились И Чтобы Боялись Господа Бога Вашего И Старались Исполнять Все Слова Сакона Всего Мы Услышали О благодати И Увидели Ее Нашими Духовными Очами Что Она В виде Голубини Сошла На Христа И Что Христос Учил Правильно Его Слушать Это Подтвердил Отец Небесный Да Пребудет В нас Слышанное Чтобы Благодать Научающее Соделало Нас Воистину Чадами Учениками Христовыми И Учителями Для Непросвещенного Мира И Друг для Друга Господу Нашему Слава Во веки Веков Аминь Аминь Ну как Касается Да Спаси Христос Это хорошо Что в семинарии В академии Не учился Да А теперь Не повредит Теперь Нет Мы раз знаем Бога То есть Нам ни семинарии Ни академии Не повредят Потому что Внутри У нас Уже Будет Срабатывать Надо Вот так И высвечивать Будет Две Колонки Как Есть И Как Нужно Аминь Братья Можете Задавать Вопросы Пока Игнатий Тихонович Здесь На связи Касается Игнатий Тихонович Касается Слава Христу Видишь Это Как Говорит Кандовая Крыша На меня Говорят Так Ну там И Щепок Крыша Сделанная Я говорю О голове А я отвечаю Так Семинарии Академии Нужны для того Чтобы оправдать Любое безумие Которое Совершается В мире И в церкви Больше Она ни для чего Не нужна Придумали Экономия Деньги Тратят Экономия Нету Главное А тут Экономия То есть Послабление Это Обман А если Правду Все говорить Акривия Как будто бы Акриды Питаются Слова Так Какие Все Вот как Говорят Какой-то там-то Батюшка Окормляет Вот слово Окормляет Ничего Пуже не придумаешь Слово Окормлять Открой словарь Ты увидишь Отравлять Перекармливать Значение-то какое Взяли А почему не сказать Что Прищищал Нет Окормлять Вопрос Можно Так Я сижу Здесь Да Мир Скажите Пожалуйста Вот Смотрите У Бога Все Просто Должно Быть Правильно Почему Тогда В Писании Только Мало Понятных Вещей Или так По-разному Толкуемых Голова Кругом Порой Идет На толкование Нужно Еще одно Толкование Прямо Как Вы Можете Очень даже Просто Чтобы Если Причится От падения Меньше Отвещать Почему Господь Скрывал От них Это Но мы Это уже В другой Эпохе Живем Знаем Что Он Унезы Для того Чтобы Смотрели Все Истолкованно Святые Отцы Толкуют Надо Читать Ну Как же Человек Идет Новую Специальность Получает И такую Которую Раньше Ни один Ущеный Не выполнил Ну Другая Эпоха Допустим Взять 60 лет Примерно И человеку Сказать Про эти наши Аватары Про всякую Глупость Что будем Далеко Сидеть Разговаривать Видеть И любое Слово Можем Википедии Найти Да не Поверили Бы В это Ну Это Так И поэтому Кажущееся Непонятным Оно уже Растолковано Почему он Поставил Говорит Во-первых Апостолами Пророками А в-третьих Учителями У сектантов Нету Поэтому Такой Разброд В одной Америке 21 тысяча Названий Сект Разных И главное Что Не хотят Иконы Не хотят Там Чтобы мощи Были Но там Нет ни у кого Значит Не в этом Дело Дело Вот Священники Главное Гордыня И прелесть Два слова А сами облеплены Этими словами Нигде Такой Гордыни Нет Он себя На место Бога Поставил Стоит И Бога Не боится И вот То еще В Библии Нету Кто не спасает Мертвых Сегодня Прямо У гроба Уже идет Ложь Раба твоего Он дня Не служил Он Беззаконник Но заплатил Хорошие деньги Его в Киево Пещерской Лавре Хоронят Да на могиле Еще Преступная Куртка Эта Заброшена Вы знаете Как это было А почему Настоятель говорит Он дал столько денег Награбленных денег Что мы Весь монастырь Поправили И теперь Он со святыми А святые молчат Которые умерли Вот так вот Непонятно Мы считаем Новый Завет Блаженов Пепелак Вот трехтомник Сейчас будет выходить Заказывайте Будете все знать Новый Завет Весь Притом с толкованием Апокалипсиса Такого издания Не было Две тысячи лет Нигде Никогда Ни в какой церкви Да мало того Еще и с комментариями Да мало того Еще и с иллюстрациями Лучшими Да мало того Еще иллюстрация Раскрашенная Вот Какое дело И каждое слово Буквально Высвечивается О проповеди А почему Милость Божия Господь открыл это Мне один такой Очень хороший человек И говорит Вот вы нападаете На священников Не учат Может по зависти Делайте Что у вас нет образования Я каждый день Благодарю Бога Что у меня нет образования Ни гуманитарного Ни религиозного И даже своих проповедей Вот второй псалом Я 5-6 проповедей говорил И когда говорит Сегодня приходится Я стараюсь не смотреть Чтобы не было повторов Я заново молюсь И молюсь И во время уже все Уже выходить Все Через 5 минут Мне выходить проповеди Только тогда Бог внезапно Открывает завесу Люди Которые не знают этого Они не понимают О чем я говорю Как Ну кто со мной живет Он знает Я готовлюсь Неделю Месяц проповеди А так как Сразу готовлю Несколько То и получается Вовремя Только Которые здесь Вот сейчас у нас Тысячу Триста Кажется Проповедей Зафиксировано А тысячи Может быть Десять тысяч Ушли Никто не записывал Это и в поездах И в метро И в храмах И в самолете И в соборе Василия Блаженного И в Исаакиевском соборе Нет места Где мне не приходилось бы Проповедовать И в министерствах И даже Трудно сказать Где не пришлось И в Америке И в тюрьме И в лагере Психиатрии Везде Почему? Бог взял Он взял Самый неугодный сосуд И заложил Пять камушков туда Пять органов Чувств Да и вот он Кверх ногами Уже галяпой лежит Вот так Блажный Христос Будьте радостей Всегда радуйтесь Господи Что он нас любит И открывает нам Такие истины Вот то что сейчас Я там говорил Это уже сколько лет прошло Отдельно Если разговариваем Да я не согласен Я говорю Согласен будешь тогда Если мы оба будем В ватных брюках Арестованные И пили деревья Двуручной пилой Там где наши Родители убирали В ГУЛАГе Вот тогда будем Одинаково понимать Потому Я осколок ГУЛАГа Я это прошел Мне новое звание Присвоено Исповедник Исповедник имеет Власть больше Чем у епископа А в чем дело Когда другой Кто-то споткнется Его отлучать Надо там на 15 лет За него никто Не может запуститься Соступиться Никакой архиерей А я могу Я исповедник Меня мучили Терзали Крутили Но не убили Был бы мученик Раз это так То я могу Заступаться и сказать Как там трудно было Как трудно Это выдержать было У меня особая была миссия Как Бог сделал Как сегодня пишет И сотни А может и тысячи людей Обратились Новые Совершенно люди Не слышали Вся тюрьма Замолкала Это не мое Мое там ничего нет У меня нет Ни образования Ничего Я просто люблю Моего Господа И у ног Его 60 лет Просидел И каждый день Заряжаюсь И ухожу На подвиги Ну кто проповедовал Найдите В соборе Василия Блаженного Когда он еще Захар закрыт был А я проповедовал В Петергофе Кто проповедовал Ну назовите В Исаакиевском соборе Когда он переполненный был И как Бог делает Если не трудно Выслушать Я скажу Вот Исаакиевский собор Знаете Это в честь Исааки Далматского Ну и там Разбита На 3-4 группы Небольшие Человек по 10 Там может Поменьше И каждый В своем углу Там рассказывает И вот она Показывает Поднимите Врата верхи ваши И внизят Царь славы Я подошел Она говорит Это вот на Пасху Священники Надевают такую одежду Разноцветную Ну и Вот про это И говорится Я говорю Нет Это слава Христа После его воскресения Такая Что он Образно сказать Не входит А он не наклоняется Нигде И поэтому Перекладина ему Вот где получается То он выше перекладины Поднимите врата Верхи вашей И тогда Войдет царь славы Она тогда Гид Девчонка И говорит Так тогда рассказывайте Я начал рассказывать Через полчаса Ни один человек Билеты продаются Запустить не могут Вот полный Под завязку Храм Исаакиевский собор Тогда уже зашла Там оттуда Пробилась Как-то И говорит Вы на улицу Туда выйдите В ту сторону И мы продаем билеты Люди стоят Не уйти не могут Ни за ничего Вот как Бог делает А было такое Не было Или в Третьяковской Галерее Там есть одна Иконная такая Комната Ну одна есть Посвященная Явлению Христа Народу Иванова А там Иконы Но я не один хожу Всегда у меня Слуги рядом Слуги, да Братья и сестры Шесть человек-то Я начинаю Объяснять Что они означают И буквально Комната Вся Там Иконы Смотреть-то нечего А я потихоньку Продвигаюсь И в каждую икону Разъясняю Ну и кто-то побежал В милицию Сообщили Два милиционера Они зайти Не могут Не могут пробиться Ну что он там говорит Разойдитесь маленько Наконец пробились Я говорю Я говорю То, что написано Я билет укупил И люди попросили Объяснить Да, да Мы просили Теперь я иду дальше А они еще Кажется, милиционеры И меня сзади Охраняют Идут Когда мы вышли Из Третьяковки За мной еще Уцепились Несколько человек Ну, такую радостную жизнь Люди забросили Я говорю То, что было Со мной Не по книжке А уж не говорить Про эту Где комната Явления Христа Народу Он 20 лет Картину рисовал Получил за нее Премию Пребывания в Италии Чуть не 5 лет Тут есть Тут есть что сказать Я сразу начинаю 1.29 Евангелия От Иоанна Вот Агнец Божий Который берет на себя Грех мира Вот И отсюда начинаю Явление Христа народа Третьяковское Кто в Москве живет Сходите Попроповедуйте А там в Петергофе Когда были Там свое Тоже молодая Какая-то была И там несколько гидов было И они тоже сзади встали Теперь я гидом сделался Ну я зарплату не брал с них Свидетельство Про ложки, щашки Все рассказал Вот Как Есть такие люди Которые вопросы задают А как бы ты сказал Какой вопрос Христу задашь Когда пойдешь Умрешь Страшный суд будет Ну вы знаете Про кого я говорю Там не будет вопросов Нам будут вопросы задавать И был такой Вопрос Карлу Марксу Фридриху Энкельсу Кто у вас Самый отрицательный Персонаж Они одинаково назвали Чарльз Перджин Его назвали Король проповедников Да он не православный Но он проповедовал Никого нету Он ложки Взял две ложки Поставил В храме стоит У окна И говорит Проповедим Вы только для себя думаете Что только где найдете Все в рот себе тащите Вы не видите Небедных А под окном Трое там на троих Сообразили Политур распевают И они слушают А как он узнал про нас А окошко-то приоткрыто А он ложком проповедует Ложком Лёфель Ещё в спунц И один обратился Везде надо проповедовать Даже где ты и не думал проповедовать Это радость Доверие Что мы полномочные Представители Господа нашего Иисуса Христа Несём эту радостную Благую весть Она единственная Радостная Ничем не омращаемая Вот так Ещё вопрос Это есть? А то я разольюсь Говорит От моря до моря Никого нету Разреши все Наверное Ухожу Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому